добрый день друзья сегодня мы с вами поговорим о двух проблемах на самом деле они тесно связаны между собой о том как перемещаться по тексту и как выделять текст ну что касается перемещений по тексту то как пролистывать текст мышкой я думаю вы все в курсе я свернул лишнее то есть мы умеем наверное я надеюсь дергать вот этот ползунок так мы умеем щелкать в нужных местах так и принципе windows еще чаще всего работает один способ можно зажать колесико мышки если она является кнопкой и тянуть вверх или вниз и соответственно тоже будет вот таким вот образом скроется в линуксе насколько я понимаю такой функции в драйвере мышки нету вот но принципе есть еще колесик у меня колесико просто плохо работает поэтому я щас крутить не буду но колесико тоже удобная вещь на мышке теперь давайте разберем как делать эти же операции то есть перемещаться по тексту без помощи мышки только при помощи клавиатуры дело в том что работа с мышкой во время набора текста она отвлекает да то есть очень много операций нужно совершить может я даже уже говорил но я повторюсь да то есть вы отрываете руки от клавиатуры ищите мышку на столе хватаете мышку ищите курсор на экране подводите курсор делаете какую-то операцию оставляете мышку хватаете за клавиатуру смотрите куда вы ставите пальцы а потом оказывается что вы оставили курсор вот вам нужно здесь печатать а вы здесь оставили курсор то есть беда и дурная такая привычка многих пользователей потом они печатают и не понимает что они печатают потому что курсор мыши он закрывает эти буквы нужно отодвинуть мышку в сторону и так далее то есть видите много всевозможных хоть ненужных операций которые принципе все можно делать при помощи клавиатуры первое что я думаю многие знают если не все можно перемещаться просто нажимая стрелочку налево стрелочку направо соответственно мы передвигаемся по одному символу все понятно если мы нажимаем стрелку вверх стрелку вниз соответственно мы перемещаемся на строку вверх или вниз теперь давайте немножко усложним прямо над стрелками на клавиатуре стационарного компьютера в ноутбуках это все может по-другому когда выглядеть потому что для компактности производителей ноутбуков дополнительные клавиши размещают но в непредсказуемых местах мы ориентируемся именно на клавиатуру стационарного компьютера прямо на стрелочками есть клавиши home и end соответственно home и там дом до переводе это значит начало строки and конец конец строки то есть вот уже гораздо проще представьте что вы набираете текст вы пропустили букву и соответственно вы уже печатаете где-то в конце программа подчеркивает ошибку для того что переместиться в начало строки и исправить эту ошибку вам нужно или хвататься за мышку как мы уже выяснили это не продуктивно и если вы пользуетесь только стрелочками то раз там 40 50 нажать стрелочку налево гораздо проще если вы помните про клавишу home вы жмете клавишу home нажимаете буквально пару раз стрелочку направо жмем нужную букву жмем end и возвращаемся к тому месту где мы печатаем видите мы уже ускорили все эти операции теперь давайте добавим еще одну клавишу клавишу control да вы видите да вот здесь мы записывали клавишу control она отвечает за какие-то команды то есть явно она изменит какие-то простые клавиши которые мы только что использовали первое давайте попробуем control стрелочки control стрелка налево видите перемещается уже по словам ну останавливаясь на знаках припинания но в целом по словам налево или направо это уже плюс то есть гораздо быстрее прыгать по словам чем по по каждому символу если использовать клавиши control стрелка наверх то соответственно курсор будет перемещаться по абзацам да по началу каждого абзаца тоже согласитесь гораздо проще перескакивать вверх или вниз если нажать control home то мы окажемся в начале документа всего документа если мы нажмем control and то мы окажемся в конце всего документа тоже это очень удобно допустим если вы делаете большой документ допустим там курсовую дипломную вы сегодня сохранились вышли на следующий раз зашли документ нажали control and и вы уже в самом конце и вы можете допустим добавлять какие-то куски захотели вернуться в начало там на содержание нажали control home пару раз перепрыгнули и в общем то вы на месте что еще можно использовать для перемещения значит рядом с клавишами home и end есть клавиши page up и page down page это страница в переводе так соответственно страница вверх страница вниз в качестве страницы программа рассматривает не лист а4 на котором мы все это дело печатаем а экран то есть если я жму сейчас page up на один экран вверх еще на один экран вверх еще на один экран ну с небольшим перекрытием до для того чтобы вы понимали где вы находитесь и не пропустили какой-то кусок тоже принципе удобная вещь теперь я думаю понятно достаточно вот этих сочетаний клавиш как это связано с выделение дело в том что вот эти сочетания клавиш что мы с вами рассмотрели перемещение по тексту если добавить к ним клавишу shift то соответственно мы будем не просто перемещаться по тексту мы будем его выделять ну давайте по порядку shift стрелки то есть вот нажимая shift со стрелочкой я увеличиваю как бы выделение если я перестарался я жму в другую сторону то есть shift я нажимал право сейчас нашему shift налево сократил выделение то есть таким образом можно выделить там слово пол слова какую-то букву конкретную то есть очень удобно для того чтобы снять выделение опять-таки достаточно нажать стрелочку просто без shift а выделение снимается или с control допустим control налево control направо но главное что без shift а да если жать shift и стрелку вниз допустим видите курсор перемещается вертикально и все что будет между положениями курсора до этого и после будет выделяться тоже иногда очень удобно так теперь мы использовали клавиши home и end для того чтобы это было видно я вот перемещаюсь куда-то в середину своего текста вернее в середину строки и жму shift home видите от положения курсора до начала строки shift and от положения курсора до конца строки забыл еще control shift стрелка вверх стрелка вниз соответственно будет добавляться по абзацу ну понятно от положения курсора и дальше если мне нужно выделить весь текст то запоминаем сочетание клавиш control и да то есть и латинская она находится с левой стороны поэтому его очень удобно нажимать одной рукой ну я допустим жму control большим пальцем указательным жму эй и мы выделяем весь текст вот это сочетание выделить все оно используется достаточно часто во многих программах в проводниках в этом excel ну то есть когда нужно просто выделить как все объекты которые есть которые доступны все это сочетание клавиш понимает все эти программы так ну и еще одно такое вот сочетание клавиатуры и мыши очень полезно и допустим у вас есть 30 страниц текста и вам нужно откуда-то из серединки полторы странички выбрать какие в этом есть проблемы значит если вы привыкли выделять текст просто при помощи мышки вот таким вот образом да то посмотрите что произошло то есть когда я начал тянуть вниз то есть пока все плавненько все происходит но как только я достигаю низа начинает очень быстро листать программу вниз и остановиться на нужном месте очень тяжело иногда невозможно то есть он начинает практически до конца поэтому в этом случае мы делаем следующем мы щелкаем в начале нашего фрагмента затем при помощи прокрутки справа достигаем нужного места ну допустим вот досюдова зажимаем shift и щелкаем в конце нужного фрагмента еще раз в начале простой щелчок в конце shift щелчок левой клавиши мыши все что между двумя этими щелчками будет выделено ну и конечно раз мы уже взялись за мышь то давайте разберем как выделять при помощи мыши кроме вот такого протаскивания до зажатой левой клавиши мыши на тексте есть еще несколько приемов удобных ну допустим щелчки да то есть двойной щелчок он выделяет слово видите двойной щелчок быстрее чем протаскивание если вы достаточно хорошо как бы мышкой владеете попробуйте сделать тройной щелчок эти тройной щелчок выделяет предложение и попробуем пер четверной щелчок четверной соответственно делает выделенным абзац целиком тоже принципе удобно еще хотел бы сказать про режимы выделения для удобства работы придуманные в этой программе режимы выделения но которые к сожалению не всегда корректно работают включаются режимы выделения клавиши f8 вот и по идее вот я нажал f8 и что-то должно поменяться но как-то но не очень хорошо меняется значит если вы начинаете вот что-то вот как я вот сейчас я зажал левую клавишу мыши пытаюсь что-то выделить видите ничего не происходит просто курсор перенещается а выделение не происходит это значит что вот включился вот какой-то неправильный режим выделения в этом случае вот находите вот вот это как бы вертикальная черта вот тут какой-то расширяемое выделение щелкаете и меняете его на обычное выделение после этого начинает все выделяться то есть первое старайтесь не трогать клавишу f8 это как ворда касается так и программы райтер либо офиса и если скажем у вас какие-то проблемы с работой с выделением находите здесь кнопочку вот выделение и меняете его на обычное на этом я на сегодня заканчиваю если урок оказался полезным подписывайтесь ставьте лайк и до встречи